Что еще бонусом хочу вам сегодня показать Вы спрашивали материалы для вкладки пеноблока Я уже говорил, что пеноблок был уложен мною в два ряда Для перехлёста ветровых швов На сегодняшний день мне очень нравится эта технология И я бы даже, может быть, ее советовал тем, кто только задумывается о том, что класть из пеноблока Во-первых, вы делаете толщину 40 см стены Второе, вы делаете перехлёст вертикальных швов Что, кстати, самые подлые швы Я вам могу просто показать на примере соседского даже объекта Пройти и показать все щели Здесь же вертикальные швы все заполняются Итак, что я использовал? Тёрка для гипсокартона Иногда очень пригождалась вещь хорошая Это я не использовал Так, друзья, я взял вот такую пилу Она стоила 400 рублей Мне очень понравилась цена Давайте я вот так вас зафиксирую На тарелочку так поставлю Так, нормально же, да? Видно? Всё? Хорошо? Всем видно? А тебе видно? Видно? Дим? Лёх? Саня? Серёг? Всем? Петь? Ну всё, пацаны, тогда показывай Смотрю статистику, девчонок на канале нет Ну, в принципе, строительный канал, всё логично Вот эта пила 400 рублей стоила Я стёр её за один этаж Всего лишь Вот, смотрите Вот это изначально заводские зубья Пила Шляпа Делать ей нечего Пень полная Когда уже устал пилить вот этими оставшимися ошмётками Видите, они стёрты уже Я болгаркой насверлил Загнул зубья И пытался ещё вот этой порнографией что-то сотворить Пила Ширпотреб Делать ей нечего В мусорку Далее Ой, можно я разуюсь? Я взял вот такую пилу Ребятки, вот эта пила достойная У неё через один зуб идут какие-то Они алмазные, не алмазные Я не знаю, короче, стоила она что-то в районе 1700, насколько я помню Могу ошибаться Давайте по ценам Да, я не буду говорить Это плохое дело Эти цены называть Короче, пила классная Она у меня остальные полтора этажа просто зарубила, зубила И мне она нравится И ещё, кстати, после того, что она уже сотворилась этими этажами Она ещё может работать и работать и работать Пила огонь В копилку пригодится Вещь хорошая Теперь я сварил сам вот такой угольник Посмотрел, как это делают фирме Ну, эти крутые всякие блоки Там, Сибит и Беталекс эти Увидел там Взял быстренько уголочек Два уголочка Сварил И всем советую К блоку прикладываешь И пошёл И пошёл наяривать Вещь удобная Советую всем приобрести Так, штроборез, кстати Я его не принёс Ну и правильно, что не принёс Я сделал его по всем законам интернетов Изучил Посмотрел Попробовал Поскоблил Крайне не понравилось Потому что надо направляющую прикручивать По ней водить Короче, заморочек намного больше Чем вы просто возьмёте болгарку Поставить Да, алмазный диск Да, пыльно, но есть специальные маски Одели её И очёчи Одели Музычку включили в наушники И пошли наяривать Пилится очень быстро Второй человек за вами идёт И просто сшибает это всё зубилым Быстренько всё делается Легко И никакая-то ковырялка вам не нужна С которой вы там сил потратите Немеренно Может я ошибаюсь Сейчас может кто-то скажет Да, это не прав Но у меня есть чем парировать Сразу же скажу Когда вы используете кустарный пеноблок То в определённых местах Книзу пена оседает И делает это бетонным Вверху это пена И когда вы ковыряете Пену нормально идёт Потом втыкаетесь в бетон И дальше не пошло Поэтому вот эти всякие Аэроки, беталексы Она рубит, может быть, равномерно Хорошо А вот наши Нормальные русские пеноблоки Она вообще не рубит Кряча Поэтому не советую Так Теперь вот, кстати Тот самый алмазный диск Я его выковыривал из-под воды Он отработал настройки Все эти дни Все эти годы И готов ещё рубить Вещь хорошая Ну, это под 125-ю болгарку Я не знаю, какой вы пользуетесь Под неё и приобретёте Так И, друзья Новинка нашей стройки Это Хендмейт Денис Я взял старые пилы-ножовки У меня их скопилось очень много Пока деревом занимался Обрезал их Вот на такие штучки Пропилил В деревяшки отверстия И вставил их сюда Вещь просто бобёр Реально То есть вы складываете уровень Пеноблока Он у вас кривой-секой Всякий разный Берёте вот эту штуку Короче, я вам скажу Что где-то 4 метра стены Я проходил за 30 секунд Реально Вот такими движениями Два раза туда, два сюда У вас просто срубается вся стена Ну, а дальше что идут у нас? Уровни рулетки Гребёнки эти Мастерки Чем накладывать? Кстати Ну, по мастеркам я не думаю Что вам сильно интересно Но, опять же Я скажу Я испробовал 4 вида разных мастерков И мне очень понравился один Я им пользовался И пользуюсь до сих пор Вот такая модель Самая то по размерам Наверное, им я и буду Закидывать стены Посмотрим Также использовал Когда был вообще кривой блок И надо было прям выравнивать Я использовал вот такую 8-миллиметровую Кельму Не знаю Кельма, не кельма Я, честно, строитель Это самостройщик Поэтому, если называют вещи Не своими именами Вы прям сильно-то не ругайтесь Но, действительно Кого пацан только учится И вот я её использовал Ну, она маленький В основном я работал шестёркой 6-6 миллиметров Это Подождите, я вру А может быть шестёрка Я могу подняться Её найти Шестёрка или четвёрка Короче, она такая мелкая Наверное Нет, наверное шестёрка Да Шестёрочка я в основном растягивал Я не делал никакие ковши Для разливания Просто намазывал Ну, конечно, это болтология Сейчас не показать Но я начал снимать видео Ребята, всего лишь 4 месяца назад Ну, простите меня Тогда я только фотографировал Фотографии могу приложить Сейчас я вам накидаю Если интересно Вот весь инструмент Для пиноукладчика Ничего сложного Ничего такого трудного В этом нет Поэтому, друзьяшки Класть пиноблок Единственное Да, тяжело Да, тяжело И вот это то, что вы мне говорите Стены кривые Ребят, ну, это честно Это не моя вина Я вам действительно Хочу сказать, что Я как с первого уровня Начал класть ровно Так и старался Но пиноблок Это такая субстанция Кривая Просто нереально Ну вот Для того, чтобы вы понимали Да, например, профиль Вот где вы в Беталексе Встретите вот такой профиль Да Вот это, кстати Это, наверное, была нижняя часть А это вверх они так заливают Качество, конечно, просто убогое Но родной бетонный скелет А везде он у нас уложен Смотрите, вот тот угол, да Этот угол Мне пришлось его подкусить Вот этого угла Косяк был Когда я заливал колонны Сразу за один раз То есть не по мере кладки стен А когда мы уже лили плиту У меня получилось, что эта плита Она воедино залита с колоннами Я уставлял везде опалубку И заливал вместе с плитой То есть чтобы это все было монолитно и крепко И вот здесь произошла беда Я плохо распер опалубку Там заливаем И тут у меня бух Раствор весь уходит куда-то Это было печально Мне пришлось просто, наверное, ведер 15 Собрать здесь с пола И выбросить на улицу Ну, просто под лестницу, можно сказать Да, было такое Но потом мы быстро выровняли Мне пришлось на следующий день снять опалубку И это все дело Обкусить лишнее Но это все заштукатурится Ну, да, побольше уйдет, может быть, штукатурки, друзья Но я уже этот вопрос решил И в этом году у меня штукатурный сезон Поэтому, я думаю, вы узнаете все о штукатурке О всех видах маяков О всех видах кладки Что я думаю о своей кладке, о пеноблоке И о том, как они вместе акдезию производят Короче, будет вам интересно Но вот это моя гордость, радость Это стена с опорой Самая главная, которая держит Вы не подумайте, что эта плита уже вошла в нее Просто там пеной я обрабатывал Когда были соединения Здесь вот центральный пылесос у нас идет Это я уже говорил Вот, по первому венцу я везде укладывал Неупорный кирпич в два ряда А между ними проходит бетонная заливка Потому что 400 стены, кирпич 125 Это значит 250 мм Остается 15 см бетона Залито между кирпичами Ну, вот так Также делал везде отверстия туда, в подвал Для того, чтобы если вдруг что Прокинуть трубы Ну, если придется, чтобы потом Алмазные коронки не портить Вот, поэтому под всеми окнами У меня есть вкладыши для прохода в подвал Ну, не знаю, пригодится, нет Посмотрим Посмотрим, как будет коллекторная разводка Идти, пока я это еще не изучал и не знаю Все в общих чертах В общих чертах, друзья, про пеноблок Я все вам рассказал Тему можно закрыть Очень рад был вас сегодня видеть Пока! Субтитры сделал DimaTorzok